Все участницы выставки – это мамы разных профессий. Айслана Хомушко – инженер по охране труда. Работает в библиотеке. Год назад в социальных сетях наткнулась на видеоурок, где ввязали сумочки. Сначала делала для себя, затем начали просить подруги. Хобби стало приносить дополнительный доход. Эта сумка называется багет, потому что он похож на хлебушек. Ушло на это время 4 дня. Связана она из полиэфирного шнура. Это очень прочный материал. Конечно же, это ручная работа полностью. Кроме декоративных вещей, на выставке можно будет попробовать и натуральные сладости, которые особенно подойдут диабетикам, спортсменам и тем, кто соблюдает диету. Пиона Колзан по социальному контракту приобрела регидраторы – оборудование для сушки фруктов и овощей. С осени прошлого года продает их в магазинах правильного питания со знаком качества ЭКО. Я люблю выращивать ягоды и плодовые деревья. У меня в небольшом участке растут. И люблю делать заготовки из фруктов, ягод и овощей. Это мое хобби. Поэтому я выбрала вот такой вид деятельности. Базар арт-шоппинг не только направлен на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. Тут также предусмотрен социальный вопрос. Организаторы надеются вдохновить гостей, которые еще ищут свое призвание. Эти мамочки наши пришли, вдохновились. Может, они своим деткам будут вязать тапочки, шапочки. Вдохновятся и начнут чем-то заниматься. Тоже займутся бизнесом, стать самозанятыми, пополнить экономику нашей республики. Участницы, кроме презентации своих товаров, будут проводить и мастер-классы. Мы призываем дорогих горожан посетить наше мероприятие, выставку «Базар арт-шоппинг», который пройдет вот уже на этой неделе, 28-29 мая, на этих выходных. Мы очень стараемся, чтобы вам было интересно. И участницы тоже очень интенсивно готовятся, чтобы показать вам свои изделия, ручной работы. «Базар арт-шоппинг» будет проходить ежеквартально. Это позволит рукодельницам Тувы развить свой небольшой бизнес, а также помочь другим желающим начать свое дело. Алдынказ Буян, Буян Монгуш, Буян Салчак, Тува, 24.